Ну, отец на даче, он достроил беседку, и теперь туда, ну, это не беседка, то есть это беседка, конечно, но она используется не чтобы сидеть, а чтобы делать шашлыки, ну, шашлыки, курицу жарить, короче, летняя кухня. И вот пускает на летнюю кухню за 150 рублей, представляешь? Кого пускает? А, любого, кто захочет. А, кто захочет? Да, но дело в том, что и родных там, мать, бабушку тоже пускают за 150 рублей, а иначе не пустят. Да. Молодец какой. Да, да, да. Мать, короче, ну, мать сифония здесь, а завтра поедет на дачу. Ага. А мать посадил... Закрыл, закрыл. Мать посадил, посадил на цепь, на цепь, на собачью цепь, и она вынуждена, чтобы с цепи, чтобы он её снял с цепи, вынуждена пахать там, копать. Ещё, представляешь, раздел до лифчика, до трусов, посадил на цепь и заставил гавкать на проезжающие автомобили, представляешь? Мать сама рассказывала. Чё, он дурак, что ли? Да, чё ещё? Ну, мне хотелось бы не только про отца поговорить, но вообще, в целом, чё сейчас повалиться. Вот был, короче, в посёлке Падовка, в Кировском районе, это вот где аэропорт Смышляевка. Да, да, Падовка. Да, да, да. Наши люди работали в нашем заводе. Падовка. В 8-й туда сейчас ходит автобус. Всю промышленность убили, заводы закрыли. А мать такая, а такая, мать такая, заводы закрыли, ну и ладно. Лишь бы мне в школе 170 было нормально. Я такой говорю, ну, мать, ну ты чё, совсем что ли дурочка? Заводы, заводы закрывают, промышленность убили, убили. Людям работать негде, негде. Самого отца выгнали с работы в 2014 году. Да. А она говорит, а мне пофиг, мне лишь бы с тётей Леной болтать. А с тётей Леной? Ходячего, её подруга. Она приходит и с ней болтает. Да, 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 да. Ой, ну, что ещё сказать. Вот, 2 сентября будет митинг, воскресенье в сквере Родина против повышения пенсионного возраста. Ага. Да, но я туда не пойду, потому что в 12 дня это слишком рано. Да, и нечего делать. Так, ты пенсию получаешь честно. И какую? Это я по телевизору слышала. Не о тебе, а вот о людях. Как это? Я не успела вначале. Вначале. Ну да. Нет, честно, скажи. Ну 400 тысяч не получаю, а 400 рублей получаю. Мне 400 рублей, 400 рублей не хватит. Ну 400 тысяч я точно не получаю. Сколько? Не получаю, не получаю, говорю. 400 не получаешь? Нет. Что ты что, рублей получаешь? Нет, ну, нет, нет, ну, 400, 400, ну, в смысле, на 400 тысяч. Ух, какой ты шучный. Я за 60 лет отстакала на домзаводе и то не получаю. Да. Да. Во общем, отец виноват. Он там договорился с администрацией, все заводы начал разорять. Ведь у него, понимаешь, у него строительная фирма была, была в 90-х, да. Им нужны были места, чтобы вот строить новые дома. Да. Но это, с одной стороны, хорошо, казалось бы, новое жилье. Но, с другой стороны, они уже убили промышленность, ты представляешь? Да, да. Да, вот так вот. У меня, я жил, это нефига. Зато новые дома действительно стоят. Ага. Вот. Ну, чё ещё? Так, 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 бабушка. А, ну, это не только отец, надо понимать, ещё и мать с ним связки действует, потому что он на цепь её посадил. Мать с отцом доставили бабушку, вот когда она приехала, только вот хорошее говорить всему дому, что, мол, на даче у нас всё спокойно, никто её не унижает, никто, никто не бьёт, ну, в общем, в общем. Да. А на самом деле, по факту, по факту, у бабушки прединфарктное состояние, они её заставляют работать, пахать на грядке. Но назад она туда не ездит? Так, нет, ездит. Причём, интересно, она даже меня обманывает. Я ей позвонил, бабушка, поедем на дачу, но это было месяц назад, да. Она такая, нет, у меня дела. У меня дела. А мать спустя сутки возвращается обратно, спустя сутки после того, как я бабушке позвонил, и говорит, что бабушка была на даче, это как называется, запугали? Скажи, что запугали. Да, да, да. Вот. Вот, ну, ещё чё, чё, да, вот с этой беседкой их удивляются. Беседки хорошие? Тебе нравятся? Нет. Не нравится? Нет. Значит, нехорошие. Ну, там, он, а, там же, во-первых, я вспомнил, во-первых, там медные стулья, медные и большие, ну, то есть, карабкаться на них очень прилично, вот такие вот высокие стулья, больше, больше, чем, больше, чем стол. Вот, слушай, он их взял, короче, вот, Алматинка, знаешь, да? Знаю. А, подожди, не Алматинка, 22-й, я перепутал, 22-й парк съезда. А, 22-й парк съезда. Да, внизу, к речке Самара, там полулегальный завод, где одни чурбаны работают. Ага. Вот, он у них взял. Ага. Да. Как они ему дали? Дело в том, что вот эти чурбаны и помогали им устроить беседку. Ага. И так, как бы, часть вот денег он взял в стулья, как бы. То есть, наоборот, они ему отдали. Ну, в общем, поняла. Поняла. Поняла, да. Да. И сколько стульев? Два, три? Так, один, два, три, четыре, пять. Ух, пять, пять. Ну, ну, что ли. А где беседка? Беседка, вот, сейчас я тебе уговорю. Так, вот. Вот, слушай, слушай, слушай. Беседка, вот, баня. Баня. Дом. Да. Вот, где раньше песочек был, чтобы я играл. Да. Вот там. Причём он так сделал беседку, что солнце в доме. Вот эта вот беседка и загораживает, представляешь? Ага. Вот так вот. Молодец такой. Да, да, да. Я, когда последний раз на даче был, хотел на чердак забраться, проверить, что там, да как. А он туда не пустил меня. Ага. Ага, ну, не знаю, что там, но видно какие-нибудь, я не знаю, ну, не ручья, конечно, но что-нибудь, какое-нибудь холодное оружие там у него точно лежит. Нет, нет, нет. Как какие-нибудь железки. Ну. Позже железки, да. Зато надо сказать, что бак наконец-то сделал. А, ну, бак около туалета. Он у нас протекал. А-а-а. Вот, 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 послушай, послушай, вот. Светлана, то есть моя мать, Светлана Анатольевна, значит, искупалась в баке, вот, около туалета, ну, знаешь, да? Знаю. И всё, потом хрена пробоина, представляешь? Она такая, да не я, да не я. Ага. А когда папа ей, этот, не лифчик, а как же, купальный костюм предъявил, вот, говорит, ты, ты купалась там. Да. Она такая сразу, мол, да, да, да. Да, и в итоге два месяца, два месяца пришлось бак делать, представляешь? Воды были. Да, были без воды. Но сейчас бак есть, но только мне он не нужен. Да. Потому что я сейчас предпочитаю от них подальше на разные пляжи ездить, вот. Молодец. Да, да, спасибо. Молодец. Ну, выборы 9 сентября за кого пойдёшь голосовать? И пойдёшь ли голосовать вообще? Не, мне принесли бумажку и сказали, мы к вам не ходите, мы к вам сами придём. Нет, ну а за кого голосовать-то будешь? А за кого там написано? Ну, коммунисты, там, справедливая Россия, ЛДПР, Единая Россия, это Дмитрий Азаров. Ну и всё. Наверное, за Единую Россию или за... Мне уже стал нравиться ЛДПР, что... За этот... Степанов. Степанов. Это кандидат, который вот... Ну, не сейчас, а 9 сентября будет избираться. Да? Ты за кого будешь? За коммунистов. Ну и я за коммунистов. Ты сказал за ЛДПР. Ну, за коммунистов, за того и я. Хе-хе-хе. Хорошо. ЛДПР, я бы... Ты хотел в прошлый раз за ЛДПР. Прошлый год стоит. Ну я... И... Ну не прошлый год, а прошлые выборы. Да, да. Губернаторские. Да, 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 да. Ну я и голосовал. Вот, а сейчас... За кого ты будешь... Ну мне домой принесут. Я... Ты мне за кого скажешь, и я им скажу. Ребятки, вот за это я буду болтавать. За... Да, Степанов это... Да, ЛДПР Лескин. Я его не знаю. А, да, нет, вот сейчас по радио слушал. Он, короче, может я что путаю, но он, короче, в Тольятти на заводе работал. Вот как ты, только ты работал на авиационном заводе, а он на автомобильном. Так что, вот видишь, хорошо. Это большое... Это умный человек там работал. Да, пока его не сократили. Сократили? А его, может быть, сократили из-за того, чтобы он маленько подготовился к этой партии? Вполне возможно. Ну, голосовали? Вполне возможно. Так, мы же не знаем, правда? А может быть, и он поэтому... Ну, дело в том, что был кризис тогда в 90-х, и всех сокращали. А, как тогда его сократили, тогда всех, тогда нашего дама сократили, вот. Да. А, кстати, я хотел спросить, как, когда вот ЦСКБ прогресс к тебе внимание уделяет? Мне? Да. Да нет. Маленько только. Ну, что уделяет? Там приходят, или что ли, открытки? Приходят, да. К празднику и водочки принесут, и это еще или... В прошлый раз к Побеге две тысячи принесли, и бутылочку водки. Не бутылка, а во фляжке в такой. Понятно. А ты пьешь? Нет, Дениса, давно не пью. Вот так попросил бы, чтобы не несли, раз ты не пьешь. Или мать забирает? Нет. У меня она целая. А, вот, еще, или еще недавно только, вот, в воскресенье, в воскресенье, в это, в это. Да. Моталась мать в зубчининовку. Да. Говорит, томатный сок делать. А потом приходит, а фляжки, в пятилитровой фляжке, а во-первых, не томатный сок, а водка, ты представляешь? Вот там они, самогон, им бесплатно с отцом разливают, представляешь? Вот так вот они новую точку нашли. Это зубчининовка, это в той стороне, в той. Это на нашем зубчининовке недалеко, одна остановка, одна зубчининовка. Вот там, вот там такая же старушка, как и ты, только помоложе, и им спирт наливает. Ага. Да. А они поплатят им, а кто смотрит? Нет, в том-то и дело, в том-то и дело, им бесплатно разливают, но есть одно условие. Ага. Ну, как бы, они, ну, в общем, они арендуют самогонный аппарат, там у них вывозить нельзя, надо гнать там. Ага. Там и платят они, как бы, вот, не за то, что там, вот, как бы, налито, а за то, что пользовались этим самогонным аппаратом. Ясно, ясно, ясно. 250 рублей в год, вот, стоит. Это не так здорово. Ну, не так дорого, но есть одно условие, чтобы, вот, было один раз в месяц, вот, не более того. А, ясно. А, в месяц это? Да, но зато можно, например, делать две пятилитрушки водки. Да? Да. Ну, так, отец часто пьяный? Отец сейчас пиво совсем не пьёт. Не знаю почему, но, наверное, сейчас его плохо варят. Ага. А водочку попивает. Ну, пьяный не валяется нигде, ничего. Ладно. Так. Ну, я не знаю. Я на даче до ночи не был. А на даче, а дома, если он трезвый? Нет, наоборот. На даче он трезвый, а дома он пьяный. На даче... А что ему пинеть на даче? У него попал, ну, дело. Вот, например, недавно повесил большой плакат, прям над калиткой, плакат Владимира Путина. И тех там, кто с Украины, кто там с Прибалтики, вот тех он на свою дачу не пускает. Да. Говорит, сам президент не велел вас на дачу пускать. Ага. Да. И вот дядя Рома, сосед, он как раз с Украины, так он его пинками выгоняет и говорит, что пока ты Путина не поцелуешь, плакат Путина, то ноги твои здесь не будет. Их ты. А он где живет этот? А это внизу, вот где собрание проводится, вот там. Нет, нет, там внизу, да. У него, кстати, хорошая баня. Ну, кстати, да, отец, вот что интересно, отец баню сделал, ну, то есть, во-первых, он уменьшил печку. Он уменьшил, раньше печка вот такая вот была, а сейчас он уменьшил печку, чтобы меньше было возни с ней, представляешь? Свою баню, свою, да? Ну, не своя, а которая там дедушка построил. Ну, да. Вот он, и он уменьшил печку, чтобы меньше возни было. Ага. Но что-то там не зашло, пара стала меньше, и в итоге даже бядя Миша, который там на день строительный, они приезжали, они даже баней не пользовались, потому что мало пара. Пар. Ну, а что, ему лишь бы поменьше стараться. Да, 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 и быстрее сделать. Ну, насчет быстрее тут я бы не согласен, но чтобы меньше возиться. А сейчас, что он заставляет? Он и бабушку, и мать заставляет копать. Говорит, говорит, мне здесь, старосемейкино, нужно метро, поэтому копайте и перекопайте. Все, мне тут, представляешь? Бабушку копали, вот. Да, да, он вот лопату в зубы и давай шуровать на грядке, на помидор там. Еще потом, еще потом, так говорит, тещенька, смотри, чтобы ты всем потом в городе говорил, как хорошо мне на даче было, вот так вот. Да. А иначе, говорит, я заставлю тебя свою же могилу на даче копать. Привет. Да. Ну, надо сказать, что отец отцом, но породительно, что моя мать Светлана Анатольевна тоже как-то и заменилась в характере. Приезжает на даче с дачи, это при том, что отец ее там прессует и говорит, да ты, говорит, ничего, ни хрена, там на даче не делаешь. Вот, 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 кстати говоря, был один случай, сейчас на даче лежу, никого не трогаю, забегает Светлана Анатольевна и говорит, что ты, да, говорит, что ты там отцу не помогаешь, отцу не помогаешь. Да он нас всех сейчас, всех сейчас, сейчас он нас там, там закопает. Я такой, лежу-лежу, отец, не трогал, это мать. Она говорит, да сейчас он меня прям лопатой по башке стукнет и все. В итоге пришлось им помогать песок, песок возить, а отец сейчас дорогу построил, заасфальтировал от, ну, получается, от улицы до своего гаража, представляешь? От калитки. Не-не-не, там нет пока. Вот где гараж, вот там он заасфальтировал. Ага. Да, я, я и говорю, матери, говорю, да это же пустая трата денег, ну, если будет очень, то вы съездите, и зачем вам асфальтирована эта дорога? Да. А она такая, отцу нужны деньги, я сэкономила, чтобы ему там, ну, в общем, короче, вот зачем он дорогу на самом деле построил? Да. Он реально построил дорогу, реально там асфальт, все хорошо, но вот только эта дорога, по сути, никому не нужна, там не ездит. И утрен попросил Светлана Анатольевна 10 тысяч рублей, еще сказал так, я, говорит, экономлю, ведь дорога в России, это дорогое удовольствие, это действительно так, но возникает вопрос, а нахрена она вообще нужна на даче? Да, да, да. Ну, действительно, дорога не согласен, дорогое удовольствие, но зачем нужна на даче дорога, когда осенью там, где размыто, дачники уже не едут? Да, да, да. Я подозреваю, что он часть денег потратил не на дорогу, а на выпивку, ну, может быть, на другие развлечения. На заводку. А, да, я же еще забыл сказать, другие развлечения, ну, пьет-пьет, это ладно, но есть же другие развлечения, он, короче, врубает музыку на всю и устраивает дискотеку ночью, танцует, я, говорит, Мишка, Мишка, я из леса вылез, мне нужна дискотека. И там, действительно, он танцует, еще, еще он такой заглядывает к соседям, потом поздно ночью, и говорит, говорит, а че вы не танцуете под мою музыку, почему вы спите, а ну давайте танцевать. А все соседи на бугру-то, вот. Нет, не на бугру, а слева. То есть справа. Да, справа, вот здесь. То есть слева от бани, от бани слева. От бани, они, значит, ездят в них, они ездят в церкви, вот. Ну, я не знаю, я только про своих, я про других не знаю. Ну, их видать, ну, не, ну, давайте, ну, залезли. Нет, 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 я их не видел. Ну, лошади, да, вот. Ну, автобусы 156-е. Да. Ходят очень плохо, я вообще их забросил. Езжу теперь только изредка на электричке, потому что это нереально. Пробки, очень много пробок. Да. И один автобус на весь маршрут. Вот, вот именно. А электричкой всё-таки лучше. Знаешь, только расписание, чтобы не опасаться. Да, 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 да. Ой, вообще расписание, это прям, прям вообще. Иногда так ездишь, а там трамвай ещё так, иногда плохо ездит. И ты, и ты нервничаешь, такой трясёшься, думаешь, сейчас не успеешь. Приходишь потом, и такой, на станцию, на станцию приходишь, такой, смотришь, а там ещё полчаса времени в запасе. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. Не, электричка это, конечно, лучше. Ну, сейчас она стоит, билет в один конец стоит сейчас 50 рублей. Их как дорого. Ха-ха-ха-ха, да. Притом, вот если я езжу, например, с матерью, с бабушкой, то мать доставляет за всех платить. Она говорит, ты говоришь, деньги получаешь от государства, зарплата, пенсия, все дела. Ну и вот плати, короче. Ты нам ничего не помогаешь, поэтому плати. Поэтому я стараюсь отлынивать и с ними не ездить. Ага, слушай-ка, честно, сколько ты тебе даёшь денег? Давай как-нибудь в другой раз про это поговорим. Ну я не хочу об этом разговаривать. Я тебе приехал сообщить, что творится в Старосемейкино, что творится у нас в семье, что творится в городе. А Старосемейкино это дача? Ну да, ты уже забыла, ты же туда ездила. Да, куда-нибудь. Ещё такой ноу-хау, как я сегодня узнал, сам не поверил. Короче, он, представляешь, сделал платный пляж Старосемейкино. Ну не он лично, не отец. Но он один из тех, кто взымает плату. Представляешь, теперь там раньше был бесплатный пляж, люди купались, а сейчас платный пляж. 150 рублей с машины и 50 рублей с человека. Представляешь, это целый час. Это не он лично, это вот весь кооператив, да, вот так вот сделали, представляешь. Я удивился, надо же... Отцом выделяют немного нет. Вот послушай, послушай, не всё так проще. Отец как раз и взымает плату. А-а-а. Да, да, да. Смотри, он на работу не собирается идти. Да какая работа, они сделали платный пляж, и он всех объезжает Старосемейкино и велит платить. Это нет, Мазы, мой, что будет делать? Ну, я не знаю, не знаю, что он будет делать. Зимой я говорю, что летом, что зимой нет. Что летом, да, правильно, правильно ты говоришь, что? Как лето, да. Вон, чего он там работает. Да, да. Притом интересно, сейчас я тебе скажу, вот откуда взялись материалы, ты спрашивала. Вот, слушай, пляж на Барбошино, сейчас это Барбошино называлось, а раньше Поляной Минифрунзе. Да. Вот там внизу есть песчаный карьер. Да, ездили, Григорь. Вот, вот, они туда ездят и под покровом ночи воруют, точнее, не у ночи, а в 6 утра встают и воруют песок. Но их спалили, 10-й экипаж патрульно-постовой службы, они ели ноги оттуда удрали, и вот последний раз они ездили в кошки, но, правда, не за... Ну, в общем, у матери там подружка живет, и они тырили у нее камни. Пока мать отвлекала ее своими разговорами там, папа вот так вот зашел сбоку, и давай камни тырить у них, представляешь? В кошках? Да. У родни, да? Ну, да. Да они бы так отдали, без ворослава. Ну, как говорит мать, как говорит отец, так мне интересно. Правильно. Да, вот, как-то так неинтересно. Так, надо еще что вспомнить, что за лето случилось. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Поболтаем с тобой. Ну, во-первых, вот эта вот реформа пенсионная. Ты знаешь, вот, те люди, которые как я, потом им повышают пенсионный возраст. Да. Да, вот. Вот все, все бастуют, все там, но, все-таки это самое. Ну, пенсии будет 16 тысяч. Это, да. У меня... Понимаешь, пенсия 16 тысяч, а вот чтобы купить нормальные еды, нормальная еда стоит тысячу рублей. Вот считай, без всяких там ЖКХ, без налогов. Да, да, да. Это 16 дней только. Вот норма... Я не говорю там какие-то там гнилые продукты, купить нормальную, нормальную здоровую еду тысяча рублей в день. 16 дней. Ты еще, да. Ну, я... Ну, я... Я писал во все инстанции, жаловался. Ну, ладно, хорошо. Вы не можете обеспечивать достойный уровень граждан. Ну, вы делаете так, чтобы... Чтобы снижали цены в магазинах. Никто ни хрена этим не занимается. Правильно. Лишь бы повышать. Поэтому удивляются. А почему... Бедно живут, все бедно живут. Да. Все дорогое пожрать, все дорогое поесть, все дорогое. Ну, нет, с вам-то и дело, что пожрать дорогое. А ты представляешь себе, пожрать дорогое, какая вот недвижимость, сколько стоит, сколько стоит машина, бензин. Это еще выше. Бензин-то вон, вон, в два раза повышался, повышается. То сейчас 50 рублей стало ли тогда? А, кстати говоря, ладно, хоть отец там договорился, там рядом есть часть, воинская часть. Ага. Около Новосемейкина. И вот там он договорился, чтобы горячий смачный материал ему ушли по дешевке. Да. Да, вот так вот. А вот беседку вообще, очень интересный случай, он любит говорить, я, говорит, построил, мать любит говорить, вот мой муж построил. А на самом деле в Новосемейкино, только чуть ближе к станции Водинский, есть такой-то самая, как зона, не пионер, а как же это, трудовой лагерь, ну для молодежи. Да. Ну для тех, кто там по малолетству приступил закон. И он тоже ушлый там договорился, договорился, да, с местным начальником. Да. И вот малолетки ему беседку и сделали. А он потом ходил и хвастался, я построил, я построил. Нет, Миша хвастался. Да, он единственное, что я сделал, он притащил мангал. Вот это действительно он. А это чё мангал? Ну это вот, там, ну это как, ну это, это печь только без трубы. Ну то есть там, чтобы жарить, жарить мясо. А, ясно. Ну шашлыки, да? Да. Ну, сейчас они думают, Света и он. Нет, я же тебе сказал, отец сейчас на даче, Света сейчас здесь, но она завтра уедет. А в школу ей когда первого? Первого. Это в субботу. В субботу, что в субботу? В эту субботу. А сегодня какой день? Сегодня вторник. Вторник. А я ничего не знаю, Лениса. А, вот ещё такая новость. А ты знаешь, что ты телевизор часто смотришь? Да. Вот. Вот, вот с первого января тебе вот телевизор отрубают. Вот это вот антенна отрубают. Потому что сейчас уже все перешли на новые телевизоры, а там система, ну, вот антенна, она немножко другая. А, одна? Другая система. И, в общем, тебе придётся приставку, ну как у бабушки. Вот ты видела у бабушки приставку, нет? Ну вот придётся покупать. А иначе ты не посмотришь. С первого января отрубают все каналы, которые на старых телевизорах отрубают. Потому что на новые переходят, а новые они только либо на старых телевизорах, но тогда надо приставку покупать, чтобы их ловить. Чтобы, понимаешь, их каналы ловить. Либо же надо покупать новые телевизоры со встроенной приставкой. Вот так вот, да. Ага. С первого января отрубают, я тебе серьёзно говорю, отрубают вот эти вот все, все каналы. Ага. Доходчиво объяснил? Доходчиво. А приставка стоит недёшево. В 2014-15 стоило 5000, а сейчас не знаю, сколько стоит. О, это дорого. Ну тогда вообще не будешь смотреть телевизор. С первого января. Ну лучше, я доживу или не доживу. Мне в прошлый раз так плохо. Но думаю, умру. И никто не посещает. Когда бабушка была последний раз? Бабушка? Да. Она недавно была. Ну когда? Ну с неделю. Неделю назад. Ну это да, такое небольшое расстояние по времени. А мать, когда последний раз была? Мать очень давно была. Так. Очень давно. Но где-то она, может быть, года два назад, побыла здесь. Ага. Ну с полцессуна. Или ушел. Света давно не была. Два года не было. Ну пусть два года. А кто у тебя последний раз был? Ты? Нет, ну... А вот кроме меня? Кроме тебя Тамара была из деревни. Ага. Еще кто? А вот твои подружки там с завода... Мои подружки с завода, они меня проведают по телефону каждый день. А вот какая-то заходит, я забыл, как же ее Тома, что ли, я забыл, который вот заходит сюда, и я забыл, с которой мы вместе в трамвай ехали, но я имя забыл. Тамара, наверное? Наверное, наверное. Наверное. Ну, я не... не знаю. Она здесь живет? Нет, ну там... нет, не здесь. Не здесь? Тогда Тамара, наверное. Наверное. Она не живет здесь. Ну, поводки только по телефону. Почему? Потому что все были все лето на даче. А им здоровье еще позволяет? Ну, конечно, если бы позволяет маленько. Но им все равно чуть-чуть моложе меня, Денис. Им еще 80, вот. А я в 80 еще на даче была. Их и поливала. Смотри, баня все там стоит. Там стоит, но печку, но... Бак все большой там стоит. Там стоит. Продыряю, но стоит. Бак, да? Да. А не сделали это? Чего? Дыры, чтобы он не ток. Сделали. Сделали. Ага. Недавно только. Отец сделал, да? Да, какой там отец этот, стукатур-маляржа около станции живет он и сделал. Ага. Так. А, вот еще что, с дядей Мишей, ну вот знаешь, где гараж. Недавно встретилась, я в магазин иду за продуктами. Мать, меня постоянно посылают за продуктами. Ага. 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 Вот так вот. Ага. Баб... Ну вот у бабушки тоже давно не был. Очень давно не был. Ооо. У нашей бабушки не был? Да. У твоей сестры. Давно не был? Давно, очень давно. Да, не пускает. Говорит... Говорит, чё-то чё-то приперся, а ну иди отсюда. Бабушка? Да. Да что, нас сдурело, что ли? Хе-хе-хе. Ооо. Нас сдурело, наверное. Сейчас это самое... Ну вот у меня, я тоже не пустила бы тебя. Ну хоть поговорили с тобой, поболтали. Да. Правда? Да. А почему ты меня не пустила, кстати? Нет, я на бабушке вместе. Ну и вот так поболтали бы всё. Ага, да. Ой, я последней там матери сказал, пусть бабушка напечёт пирожков. А она такая... Не, с вишней, с вишней. Ааа. Вишня в этом году, кстати, очень хорошая уродилась. Что-то не болит. Да, очень вкусная вообще. Что? Да, очень вкусная вишня в этом году. Ну и так вот. А мать говорит, да не трогай её! Её отец на даче замучил, пусть отдохнёт. Вот так вот. Ух ты. Устала. Да. Устала. Да. У тебя тут, я смотрю, всё открыто. Балкон открыт. У кого? У тебя. Ага. Да. Да. Ну вот так вот. А вообще, последний раз, когда и куда выходил на улицу? Кто? Ну ты когда последний раз выходил на улицу? Давно, Дениса. Зачем? За продуктами? Нет, за продуктами я не хожу. А зачем ты выходила? Просто погулять? Просто я вышла. Почтовый ящик я ходила. Ааа. И там ничего жида. Дома вышла. Минут пять постояла и вот я тут. А тогда я не была на улице. Чтобы загулять. Чтобы загулять. Ни с кем. Ни с кем. Угу. Вот представляешь? Как как мать запугал. Если я вот допустим лежу. Ничего не делаю на даче. Не он. А мать набрасывается на меня с кулаками. И говорит. Ты сейчас это самое. Ничего не делаешь. А он тебя вообще убьет. Мать сама. Не отец. А мать набрасывается. Из отца. Представляешь? Вот насколько он ее запугал. Да. Да. А еще рейтинг опубликовали. Самые. Ну. Это не так называется. Но я так скажу. Самые бездарные учителя в России. И вот. Светлана Анатольевна оказалась на первом месте. Представляешь? Вот так вот. Вот. Поэтому она не с неохотой в школу возвращается. Она одна из самых худших учителей в России официально. Теперь на. Есть такой сайт в интернете. Яндекс. Там рейтинг учителей. Ну. То есть. Кто там лучше учит. Кто хуже. Да. И вот. Мать оказалась на самом последнем месте. Представляешь? Ее фамилия. Конечно. Прям. Фамилия. Прям. Где. Что окончил там. Где работать. Конечно. В интернете. В интернете. А там. Понимаешь. Там вот. Сами. Те кто там. Учились у нее. Они выставляют оценки. Ааа. И вот. Самые плохие выставили. Ааа. Да. И она такой злеется. Говорит. Это ты во всем вина. А я говорю. Ну. Как ты учишь. Как ты работаешь. Так оно. И люди. Так. За тебя. И голосуют. Правильно. Да. Я за тебя. Да. Ну. Свет. Она вроде бы. Грамотная. Да нет. Ты вот. Ей. Чуть-чуть спрашиваешь. Например. Чуть-чуть в мире. Продолжение следует.